Шура Балаганов в «Золотом телёнке» – старик в шукшинской истории «Охота жить». Дома управительница Фрёкинбок в «Приключениях малыша и Карлсона». Ветеран пермского тюза Валерий Серёгин вспоминает о самых ярких ролях. Говорит, ему повезло – за 34 года работы в театре было немало интересных постановок. Есть спектакли, которые можно играть, ну, если раз по пять в день, и даже не устаёшь. Ну, я мастер сцены, я же могу эпизод сделать, понимаете. Я говорю, ребят, мне не важно, главное ли какая? У пермского Депардье есть и киноработы. Валерий Серёгин сыграл эпизодические роли в фильмах «Джек-восьмёркин-американец», «Хлеб. Имя существительное», а также «Взбунтуйте город-граф». Эту картину снимали в Перми. Официально признанным мастером сцены и экрана Валерий Серёгин стал в середине 90-х. Тогда он получил звание заслуженного артиста России. Как говорит Валерий Николаевич, это означало в первую очередь материальное подспорье для семьи, что в те сложные годы было особенно важно. А вот звёздности звание не добавляет, утверждал актёр почти 20 лет назад. Того же мнения о регалиях актёр Пермского тюза придерживается и сейчас. Я прекрасно знал. Сейчас молодёжь её знает, она не знает. Я прекрасно знал, что это трудное пробежье, что нужно пахать. За 50 лет коллективам театра юного зрителя перепахано немало литературных произведений. Русская и советская классика, шедевры зарубежной прозы, пьесы современных молодых авторов. Спектакли Пермского тюза не раз получали главные призы международных и российских театральных фестивалей. О пути длиной в полвека рассказано в новом издании. Книга о театре начинается с легенды. Здесь был особняк купчихи Елизаветы Любимовой. После революции хозяйку выгнали из дому. Здесь размещался окружной комитет РКПБ. Затем дворец пионеров и школьников. Старожилы рассказывают, временами в старинном особняке происходят необъяснимые вещи. У меня была какая-то шабашка. И я у художников там наверху в цехе делал, ну, плакатики рисовал, да. Все ушли, время 11 часов, никого нету. Всё, тишина. То есть два бахтёра, всё, всё закрыто здание. Друг женок. Блин, Николаевич, спустись вниз, что такое? Второй этаж, вот наш этаж. Все гримерки открыты, и свет горит. В эти дни артисты Пермского ТЮЗа принимают поздравления. 4 декабря коллектив театра проведёт праздничный капустник. А на следующей неделе коллектив выпустит премьеру. Как значится в афише, это спектакль «Взгляд со стороны на нашу жизнь». Вчерашнюю и сегодняшнюю. Юлия Зыкова, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей.